Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарная и эпидемиологическая обстановка в Республике остается напряженной. За сутки зарегистрировано по данному управления Роспотребнадзора 289 новых случаев коронавирусной инфекции, из которых 147 приходится на столицу нашей Республики, город Якутск. 17 случаев зарегистрировано в Алданском районе. Сложной обстановкой остается обстановка в Амгинском и Мирненском улусах, где зарегистрировано по 14 случаев. Ситуация в Амгинском улусе требует принятия более серьезных мер, направленных на ограничение передвижения. В целом, по территории самого Амгинского улуса, в связи с тем, что во многие сельские и небольшие населенные пункты пришел ковид. В то время как в течение всего летнего периода именно в Амгинском улусе система контроля за гражданами и заболевшими была более серьезно отработана со стороны органов местного самоуправления. Сложная остается обстановка в Амгинском улусе. Необходимо обратить внимание, что там сегодня зарегистрировано 13 случаев. Тем не менее, достаточно часто стали появляться случаи, которые осуществляются, исходя из позднего обращения в медицинские организации. В связи с этим обращаю на это особое внимание и учреждения здравоохранения, и граждан Мегина-Кангаласского улуса. 12 случаев зарегистрировано в Нюрбинском улусе, 11 в Нюрнгринском, 8 в Среднеколымском, по 7 в Ленском и Мнамском. И один случай зарегистрирован, я прошу прощения, 6 случаев зарегистрировано в Ленюкском улусе. Всем имением случаев зарегистрировано в 13 районах республики. Уважаемые жители республики Сахая-Кутья, мы с вами находимся в той ситуации, тогда, когда сами по себе санитарно-эпидемиологические обстановки в улусах у нас являются достаточно разными. И иногда видимое благополучие может явиться основанием того, что мы принимаем решение о проведении ряда мероприятий, несмотря на запреты установленными указами. Так ситуация осложнилась достаточно в спокойном улусе, в Жиганском улусе, в котором в селе Кистатым. Соответственно, сегодня у нас на подтверждении находится групповое заболевание. Граждан, которые, соответственно, получили этот отдалённый населённый пункт. Сегодня в нём действует фельдшерско-акушерский пункт. Всем соответствующим медикаментами и лекарствами он обеспечен. Ведётся соответствующее ведение больных. Часть больных непосредственно у нас вывезена, им оказывается медицинская помощь в самом селе Жиганск. Но причиной заболевания группового явилось одно хорошее семейное торжество в виде юбилея. Обращаем ваше внимание, что, несмотря на то, что село отдалённое, но по своему укладу достаточно и большое количество было в том числе и провакцинированных там граждан, возникло некое видимое санитарно-эпидемиологическое благополучие и безопасность. Но это не значит, что при возникшей угрозе, соответственно, у нас не может произойти там новой вспышки заболевания. Поэтому ещё раз обращаю внимание на необходимость соблюдения действий указа главы республики Саха-Якутия на территории всей республики, независимо от того, где находится муниципальное образование. Наиболее сложной у нас остаётся санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе Якутском, Мирнинском, Нюрбинском, Уссалданском, Хангаласском, Улусах. Уважаемые жители республики Саха-Якутия, я сегодня хотела бы акцентировать внимание в связи с тем, что у нас впереди новая неделя на изменения, которые произошли в указе главы республики Саха-Якутия на прошлой неделе относительно граждан, которые вошли сегодня в группу риска. Это гражданам, которые 60 лет. Если раньше все ограничения относительно удалённой работы касались граждан старше 65 лет, то сегодня, соответственно, на удалённую работу должны уйти, если учреждения работают в режиме граждане, которые старше 60 лет, и, соответственно, должны быть созданы эти условия для тех, кто, соответственно, если невозможно перейти на удалённый режим работы, то соответствующие условия должны быть созданы для их работы. Это касается, в соответствии с поручением Путина, конечно, невакцинированных граждан, но должны они в обязательном порядке соблюдать все требования. Кроме того, обращаю внимание на то, что действовал и продолжает действовать, особенно сейчас это актуально, пункт указа главы республики Якутия, по которому допуск на работу граждан, вернувшийся из длительных отпусков, а сейчас были выезды в отпуска, осуществляется при наличии лишь только отрицательного ПЦР-теста со сроком 72 часа. Необходимо обратить внимание, что в республике продолжается прививочная кампания, и на сегодня уже 527... В республику вообще поступило 527 тысяч 100 доз вакцины. Новую партию вакцин, новую вакцину, первую вакцину у нас получили 408 тысяч 256 человек. Вот мы так незаметно перешли через рубеж 400 тысяч человек, вакцинированных в республике. Ревакцинировано у нас 32 тысячи 164 человека. На прошлой неделе возникали вопросы по дефициту вакцины спутник Лайт в некоторых поликлиниках города Якутска. Вопрос был решен оперативно при поступлении сигнала. И, соответственно, главой республики в целях пополнения запаса по спутнику Лайта было получено согласие председателя оперативного штаба правительства Российской Федерации Статьяна Алексеевна Голикова по поставке спутника Лайт в республику Саха и Куча.